Практически все мальчишки обожают футбол. А особенно интересно, когда не просто гоняешь мяч во дворе, а занимаешься под руководством профессионального тренера. Теперь такая возможность появилась у юных жителей Расторгуева. По инициативе Совета депутатов Ленинского городского округа реализуется программа, позволяющая подрастающему поколению постигать мастерство футбола и других видов спорта рядом с домом. Ребята не все могут где-то принимать участие в спортивных секциях, в кружках, но тем не менее должны понимать, что спорт – это образ жизни, норма жизни, неотъемлемая часть жизни. И это уже наша забота, наша обязанность создавать условия и привлекать и внимание, и работу специалистов. Как рассказала начальник территориального отдела Расторгуева Татьяна Полякова, ранее уже существовал муниципальный партийный проект «Дворовому спорту максимум комфорта». В его рамках было организовано много мероприятий, главная цель которых – занятия физкультурой, шаговой доступности. Сейчас у нас футбол будет, потом в дальнейшем у нас на следующий год запланировано строительство нескольких спортивных площадок. В рамках комплексного благоустройства мы же тоже делаем детские игровые площадки. То есть мы будем как-то всю эту инфраструктуру, которую мы строим, а у нас по 25 дворовых территорий ежегодно благоустраивается, и на каждой дворовой территории формируется такой объект, максимально их все-таки задействовать. Все занятия на свежем воздухе будут проводить тренеры городского центра спорта. «Собрали много детей, очень приятно, что детям интересно заниматься физкультурой. Никаких нет ограничений, как могут дети и с 4 лет приходить, так и с 17 лет. Поэтому мы примем всех, просто разделим на группы». Местные жители очень рады, что теперь у молодежи будет прекрасная возможность с пользой провести досуг. «Помню, как на песте вот этой вот спортивной площадки была еще, ну, коробочка тогда называлась просто. Мы в детстве все занимались спортом, стремились к тому просто. Потом это рухнуло просто, как Советский Союз. Рассаргуй всегда славил спортом. А сейчас, чтобы дети просто, правда, не бегали просто где-то что-то по углам. Ну, спорт, он отвлекает от дурных мыслей прежде всего». «У студента колледжа Егора Федорова за плечами спортивная школа. Но молодой человек не упускает любой возможности поиграть в футбол». «Спортом все-таки нужно заниматься. Есть, конечно, вот люди, которые, ну, не занимаются, его бросают там. Занимаются два года и все, и бросают, потому что надоедают. А вот есть вот люди, которые именно занимаются уже, ну, профессионально». «Очень рад таким тренировкам и десятиклассник Никита». «Спорт – это что?» «Ну, мне это жизнь по факту». «Я занимаюсь спортом, я занимаюсь танцами и семь лет занимался футболом». «А танцы с футболом, как они вот?» «Ну, из-за здоровья у меня не получилось заниматься футболом, я бы ушел в танцы». Программа позволит детям профессионально научиться играть не только в футбол, но и в другие игры. С расписанием ближайших тренировок можно познакомиться в WhatsApp-чате проекта «Спорт в каждый двор». Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.